Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. 94-я церемония вручения кинопремии «Оскар» запомнится зрителям не только тем, что ее участники «Минуты молчания» выразили солидарность с народом Украины, но и дракой, которую прямо на сцене устроил один из лауреатов – Вилл Смит. Лучшим фильмом по итогам вечера была признана лента «Кода» – «Ребенок глухих родителей». Лучшей актрисой стала Джессика Честейн, а лучшим актером – Вилл Смит. Одной из интриг вечера, помимо объявления победителей, было возможное обращение к участникам торжества президента Украины Владимира Зеленского, к которому призывали некоторые актеры. В частности, Шон Пен пообещал расплавить все завоеванные им в прошлом статуэтки, если Зеленскому не дадут слова. Обращения президента Украины не случилось. Награда досталась Виллу Смиту за роль отца Сирены и Винус Вильямс в биографической драме «Король Ричард». Для Смита эта церемония запомнится еще и дракой, которую актер затеял из-за шутки о его жене Джаде Пинкетт Смит. Ведущий церемонии комик Крис Рокк сказал, обращаясь к Джаде, «жду не дождусь выхода «Солдата Джейн 2». В известном фильме исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти на лосо. При этом Джаде Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает аллопецией. Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а вернувшись на свое место, крикнул с использованием нецензурной лексики, «Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего рта». Позже, уже во время получения премии, Смит извинился за свой поступок. «Оскар» вернулся к доковидный формат. С красной дорожкой, нарядами, песнями и танцами отмечают киноманы. Никто не носит маски. «Вау!» – воскликнул Крис Рокк перед тем, как объявить победителей в одной из номинаций. Гостей и зрителей развлекали ведущие – Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. В этом году часть наград объявили до начала основной церемонии. Первые статуэтки достались Дюне Дэнни Вильнёва за лучший звук, лучший монтаж работы художника-постановщика и оригинальный саундтрек. Кроме того, Дюна завоевала приз за лучшую операторскую работу и лучшие визуальные эффекты. «Оскар» за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион «Власть пса». Она стала третьей в истории женщиной, получившей эту награду. В прошлом году приз достался Хлои Джао «Земля кочевников». В 2010-м Кэтрин Бигеллоу «Повелитель бури». В 1994-м году Кэмпион получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. «Оскар-2022» еще на этапе подготовки продемонстрировал ретро-вайп, отмечает Тимур Алиев, кинокритик. Местом проведения церемонии вновь стал театр «Долби» в Голливуде. В 2021-м гости пребывали на железнодорожный вокзал «Юнион Стейшн» в центре Лос-Анджелеса. Изменения коснулись и вопросов оптимизации. С этого года киноакадемики больше не обязаны были смотреть номинированные фильмы на физических носителях. В прежние годы организаторы были вынуждены рассылать их в конвертах. По обычной почте 8 тысяч DVD-дисков разлетались по разным уголкам планеты. Оффлайн-просмотр сменился отдельной платформой с персональным доступом. Не секрет, что церемония с каждым годом привлекает все меньше зрителей. Рейтинги, трансляции падают, поэтому организаторы пытаются всеми правдами и неправдами реабилитировать престиж церемонии. Пока ТикТок становится официальным партнером Каннского кинофестиваля, «Оскар» объединился с Твиттер и проводит так называемый «Оскарс фан-фейворит» – голосование пользователей социальной сети за любимый фильм и эпизод из него. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию – выиграла в результате «Армия мертвецов» зомби-боевик Зака Снайдера для Netflix. Иными словами, 94-й «Оскар» в первую очередь стал глянцевым шоу, посвященным кино. И немного скандалом, а не площадкой для политического активизма. К слову, Крис Рок отказался заявлять в полицию на Вилла Смита за пощечину. Возможно, мы стали свидетелями одной из самых неприметных церемоний в истории. Это мнение большинства зрителей. Если убрать инцидент с Виллом Смитом, за 222 минуты эфира, прерываемого бесконечными рекламными интеграциями, не было ничего, что отложилось бы в памяти дольше, чем на неделю. Даже рожденная в городе Черновцы Миллаконис произнесла максимально абстрактную речь о силе, которая сражается с невообразимой тьмой. Очевидно, что на этом эмоциональном фоне интуристы смотрелись несколько чужими. Хотя в предыдущие годы зарубежные ленты стали играть в «Оскаровских списках» значительную роль. Побеждали и Рома, мексиканца Альфонсо Куарона, и корейские «Паразиты». В этом году их задвинули на второй план. Без больших призов остались оба иностранных номинанта. «Сядь за руль моей машины» японца Рисуко Хамаготи, претендовавший на звание и лучшего фильма, и лучшего сценария, получил лишь статуэтку, как иностранный фильм. Худшего человека на свете норвежца Йоакима Триера вовсе прокатили, хотя он и считался одним из наиболее вероятных победителей в категории лучшей оригинальной сценарии. Остался без призов и Антон Дьяков, чей бокс-балет претендовал на звание лучшей короткометражной анимационной ленты. Победу одержал испанец Альберто Мьельго. У Дьякова не получилось попасть на церемонию, россиянин не смог получить американскую визу. При этом номинант «Оскара» считает себя счастливым человеком, его работу видели большое количество зрителей со всего мира. За 93-летнюю историю существования «Оскара» с ним было связано много споров и скандалов. Актриса Хэтти Макдэниел из «Занесенных ветром» стала первой афроамериканкой, получившей статуэтку. При этом ее участие в церемонии само по себе оказалось битвой. В отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе вход для темнокожих был строго-настрого запрещен. Но Макдэниел разрешили войти по настоянию продюсера Дэвида Селзника. Актрису посадили за отдельный стол в конце зала. Несмотря на ограничения победа и эмоциональная благодарственная речь Макдэниел, закрепили ее место в истории Голливуда. Но о расовом равенстве в кинематографе стало возможно говорить лишь спустя несколько десятилетий. Марлон Брандо завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Крестный отец». От получения премии он отказался, мотивировав свой поступок протестом против политики дискриминации индейцев. Марлон Брандо отправил на церемонию активистку из числа коренных американцев Сатчин Литтлфэзер. Девушка вышла на сцену в национальной одежде и несколько минут рассказывала гостям об уязвлении прав индейцев. Награду она оставила в руках ведущего Роджера Мура. После этого инцидента Академия решила запретить получение статуэток по доверенности. В 1993 году Мариса Тамой получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мой кузен Винни». Через год издание Hollywood Reporter заявило, что Тамой получила приз по ошибке после того, как взволнованный ведущий Джек Баланс не смог разобрать, что напечатано на карточке победителя. Вместо этого он якобы объявил фамилию Тамой, которую смог прочитать на ближайшем телесуфлёре. На 67-й церемонии вручения «Оскар» ведущий Дейвит Леттерман неуместно пошутил над присутствовавшими в зале Опра Винфри и Умой Турвен. Он издевательски повторял «Опра, опра, опра» и «Ума, ума, ума», подчеркивая, что никогда не слышал более странных имён. Опра? Ума? Ума? Опра? Долгие годы Уинфри не могла простить Леттермана, и только в 2005-м согласилась прийти на его вечернее шоу. Она спросила ведущего, что он тогда имел в виду. Ответ – Леттерман заявил, что ничего такого, и признался гостем в любви и уважении. Затем Уинфри преподнесла ему в качестве подарков два фото в рамке «Своё» и «Ума Турман». Британский комедийный актёр Саша Барон Коэн появился на церемонии вручения «Оскара» в образе главного героя своего фильма «Диктатор». С собой он принёс урну, в которой якобы лежал прах Ким Чен Ира. Комик разбрасывал пепел над красной ковровой дорожкой и осыпал им интервьюера Райана Сикреста. Служба безопасности быстро предотвратила эту акцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2019 году Киноакадемия решила внести в церемонию вручения «Оскара» нововведения. Транслировать мероприятия не более трёх часов и добавить новую категорию с самыми кассовыми фильмами. Кинематографическое сообщество сразу раскритиковало изменения. Квентин Тарантино, Спайк Ли, Демиан Шизелл, Мартин Скорсезе и другие написали коллективное письмо с требованием отказаться от игнорирования ряда категорий «Оскара» в трансляции. В итоге организаторы отправили новую номинацию на доработку и заявили, что в телетрансляцию войдут все 24 категории. Наша рубрика «Самые известные платья в истории премии» на 41-й церемонии Барбара Стрейзен завоевала сразу две награды. Одну за свою дебютную роль в картине «Смешная девчонка», второй за «Самые бескусные наряды». Создателем сетчатого брючного костюма с блёсками оказался канадский дизайнер Арнольд Скази. Он предложил Стрейзен выбор между милым и консервативным одеянием и, наоборот, чересчур эксцентричным и не похожим ни на что. Молодая актриса, которая тогда только грезила о мировой известности, конечно же выбрала второе и, как ей казалось, не прогадала. «Боже, я даже не подумала о софитах. Когда они загорелись, мой костюм стал абсолютно прозрачным», – рассказывала Барбара в одном из интервью. Со временем модный промах сыграл на руку обеим персонам. Смешную девчонку назвали обладательницей самого знаменитого костюма с красной дорожки, а к Скази посыпались заказы не только от голливудских звезд, но и от первых лиц государства. Позже Скази написал мемуары, женщины которых я одевал и раздевал. Шер переплюнула свою коллегу по сцене дважды. Сначала эпатировав публику в костюме индейца, а затем в утрированном наряде восточной женщины. Оба образа для нее подготовил Боб Маки, дизайнер, известный своим сотрудничеством с Шульди Гарланд, Дайаной Росс, Лайзи Миннелли и Тиной Тернер. В Голливуде его называют «султаном блесток», создающим одежду для женщин, которые не боятся быть замеченными. Оскаровские туалеты Шер определенно доказывают этот тезис, резюмируя, что мода – это в первую очередь искусство. Знаменательным годом для Боба Маки стал также 91-й, когда Мадонна заказала у него наряд для 63-й церемонии киноакадемии. На ней певица готовилась исполнить композицию «Сунер Олейб», которая, будучи саундтреком к фильму «Дик Трейси», завоевала золотую статуэтку. Накануне Мэтч пообещала, что придет на вечер самым знаменитым мужчиной эпохи, а также примерит на себя неожиданный, но всем знакомый образ. Так оно и получилось. Поп-королева вышла к прессе под руку с Майклом Джексоном, а ее платье вкупе с меховой накидкой апеллировало к моде 50-х и бессмертному стилю Мэрилин Монро. Натали Портман в платье «Икейп и Диор» в 2020-м заявила о важной проблеме, с которой столкнулась индустрия. Актриса появилась на красной дорожке в черном тюлевом платье, расшитом золотыми нитями, поверх которого надела кейп. Он-то и привлек внимание общественности и буквально помог новому образу звезды пойти в историю. На кейпе были вышиты имена женщин-режиссеров, которые не получили номинации на Оскар. Таким образом, Портман поддержала коллег по цеху, а также еще раз подчеркнула важность равенства в индустрии и тот факт, что оно не соблюдается. Над образом работала команда «Диор». Всего на создание платья ушло 900 часов. Его вручную создавали шесть мастериц. Это все к данному часу. Всего вам доброго.